Их община невелика, но история их жизни в Польше давняя и богатая. Это польские татары, мусульмане. В этой мечети 18 века на северо-востоке Польши имам ведет молитву. Эта мечеть – символ гордости для примерно 6 тысяч этнических татар страны. Мы живем здесь более 600 лет и 300 лет в Крушинянах. Моя кровь смешана с польской, потому что первые поселения татар здесь основали солдаты. Молодые люди, которые вступали в браки с молодыми польскими женщинами. Они создавали семьи. Для нас татар – это уникальная ситуация. Долгое время, представляемое в качестве модели ассимиляции, татарская община сегодня обеспокоена тем, что кризис беженцев в Европе покачнет основы интеграции, создававшиеся веками. Дженета Богданович работает в этом ресторане, где подают блюда традиционной татарской кухни. Обычно очень открытая, она не сразу захотела с нами разговаривать. Причина в том, что ей и ее семье в последнее время поступают угрозы. Татары быстро ассимилировались местным населением, адаптировались к здешнему образу жизни и к доминирующей религии. Мы мусульмане, мы ходим в мечеть и всегда туда ходили. Это никогда никому не мешало, потому что это наше дело. И мы никогда этого не выпячивали. В Польше, как и во всем Европейском Союзе, кризис беженцев вызвал напряженность и бурные дискуссии о том, сколько беженцев должен принять каждый член ЕС. Были и демонстрации в поддержку мигрантов и против них, но, как показали недавние опросы общественного мнения, две трети поляков не хотят видеть в своей стране беженцев или иммигрантов. Еще жестче эта позиция в Венгрии, Чехии и Словакии, бывших в странах Варшавского договора. Но почему Польша? Ведь ее экономика считается одной из самых стабильных в Европе. И ведь именно здесь когда-то родилась солидарность. Константин Герберт вступил в объединение «Солидарность» в 1980 году. Сегодня он журналист и активный член небольшой еврейской общины Польши. Он критикует Польшу за то, что она не проявляет солидарности по отношению к беженцам, и говорит, что у людей в Центральной Европе по-прежнему сильные чувства того, что Запад их предал. Все наши страны считают, и это вполне законно, что нас предали в конце войны, что мы страдали за мир и спокойствие других, и теперь эти другие нам таки должны. Это было верно в середине 80-х годов, но сейчас, безусловно, нет. Другие оказали нам большую помощь. Теперь мы должны погасить этот долг, погасить, помогая другим. Но этого не происходит. Средний гражданин Польши или Венгрии не считает себя богатым европейцем, имеющим обязательства перед остальной частью мира. Он считает себя несчастной жертвой коммунизма и уверен, что мир все еще ему должен. Это один из 11 центров для беженцев в Польше, расположенный в Белостоке. По данным государственной статистики, в этих центрах размещены около полутора тысяч мигрантов. Совсем немного для страны с населением в 38 миллионов человек. Здесь в основном живут беженцы с Украины и Чечни. Они получают пособия в размере около 50 евро в месяц. В центрах есть школы, бесплатные уроки польского языка, оказывается медицинская помощь. Этот украинец приехал в Польшу с семьей в надежде на солидарность. Отец и дед его жены были поляками. Мы приехали из Украины 8 месяцев назад, когда в Украине была сложная ситуация военная. И были обстрелы города, погибло много людей. Дети наши, у меня трое дочерей, сидели в подвале. И мы после всех этих событий решили все-таки выехать с Мариуполя и проехать до Польши. Я скучаю по своему дому, потому что он остался очень далеко. Но здесь лучше. Здесь нет войны и здесь нам помогают деньгами. Считается, что украинцы легче ассимилируются благодаря историческим и религиозным связям с поляками. Но сюда также приезжает много чеченцев, мусульман. Польша не скрывает, что в первую очередь готова помогать тем, кто пострадал в странах бывшего Советского Союза. Мы приехали из Чечни. Мы приехали три года назад, два с половиной года назад. После того, как избили моего мужа, у нас пропал сын. И мы не знали, где он. Здесь мы почувствовали себя чуть-чуть свободно, спокойно. Нам очень нравится культура и уважение, которое есть друг к другу и к нам. Ахмед Ташаев покинул Чечню восемь лет назад. Он руководит танцевальной группой, составленной из молодых чеченских беженцев. Она пользуется большим успехом и даже дошла до финала конкурса «Польша имеет талант». Их интеграция, как и танцы, также была успешной. Но если Польша так уважительна и гостеприимна, почему она согласилась принять только 7 тысяч мигрантов в ближайшие два года? Одни, в том числе и Ахмед Ташаев, считают, что страна занимает такую позицию потому, что не имеет большого опыта интеграции беженцев. Если бы здесь, в Польше, были такие социальные условия, как в Германии, во Франции и других странах Запада, может быть, поляки охотнее принимали бы беженцев. Другие видят причину в страхе перед неизвестностью. Польша – самая однородная страна в Европе по национальному и религиозному составу. 96% ее жителей – поляки, 94% – католики. Кроме того, существует опасение, что с тысячами мигрантов, ищущих убежище в Европе, в Польшу могут проникнуть экстремисты. Мириам Шадет – наполовину полька, наполовину сирийка. Она руководит фондом, который помог перебраться в Польшу 55-ти христианским семьям из Сирии. Несмотря на то, что половина из них уже уехала в Германию, она считает свою миссию успешной. Каждая семья была принята обществом, приходами, людьми доброй воли. Им помогли приехать сюда, найти работу, интегрироваться. Никто не хочет помогать людям, которые приезжают сюда просто так и могут стать угрозой для поляков – исламистам или тем, кто прячет свои документы. Известно, что исламисты там у себя пытаются навязывать религию христианам, поэтому кто-то может предположить, что они захотят сделать то же и здесь, в Европе. Споры вокруг проблем иммигрантов в Европе далеки от завершения, но от Польши в ЕС ждут большей солидарности с беженцами и с другими европейскими государствами, которые им помогают, особенно учитывая то, что не так давно поляки сами вынуждены были покидать страну, отправляясь в поисках убежища на Запад. Это люди с детьми, целые семьи, которые бегут от войны. Они спасают свои жизни, как раньше это делали поляки. И не только во время войны, но и после введения в стране военного положения. Они бежали из Польши. Тогда они искали место, где могли бы спокойно жить. Нынешние беженцы делают то же самое.